здравствуйте уважаемые коллеги сегодня такая система достаточно сложная с одной стороны другой стороны достаточно простая почему простая да потому что много лет назад я подумал что но для меня по крайней мере что вот я ветеринарный врач если у меня заболела кошка или собака да моя собственная то я могу запросто прийти к своему коллеги и полечить в общем совершенно бесплатно ты работаешь тут же со своим коллегой да ты приходишь ему своей собакой своей кошкой проще полечи мою там что-то там полечи да он там паузил посмотрел или там моната посмотрела паузила сказала что там такое да ну и совместно мы полечили то есть в моем мировоззрении вот это нормально вот то есть мне кажется что это совершенно нормальная ситуация когда ты сам являешься ветеринарным врачом ты являешься в лечащим ветеринарным врачом то есть моем понимании есть ветеринарные врачи которые занимаются лечение мелких домашних животных да то есть такая группа врачей которая занимается именно вот этим не спасает жизни людей да там от общем болезни для животных и для людей а вот только занимаются вот этим и ну в моем мировоззрение это совершенно нормальная ситуация когда ты своему коллеге полить пошел полечил какого-то питомца потому что этот коллега ну просто не специалист в этой области на сегодняшний день много очень происходит появляется специализации да и невозможно знать и уметь лечить все болезни поэтому рано или поздно ты будешь вынужден прийти к своему коллеге попросить его полечить вот и с одной стороны вроде бы нормально оплатить работу до другой стороны наверное моё внутреннее мировоззрение говорит о том что это ненормально вот и почему тогда ну и потому что я считаю что сегодня ты помог завтра тебе помогли и вот заниматься вот такими вот вещами да получать некую мзду с того человека которым ты работаешь но это как-то ну наверно это просто какая-то какое-то мое старое воспитание может быть может быть нет но на самом деле я думаю что это самая главная причина в том что если ты находишься в обществе каких-то людей да то находясь в общности этих людей ты должен отдавать какую-то дань этому этому обществу вот мне так кажется да то есть вот и я точно знаю что в других областях человеческой деятельности да те же самые медицинские врачи совершенно без проблем помогают говоря себе подобным где-то какие-то строители где-то какие-то там ремонтники которые там ремонтируют машину говоря там своему коллеге проработать за соседним буквально там емником да он не раз был свидетелем такой такой ситуации да когда один другому помогал микрос это совершенно нормально вот но на самом деле расчет мой какой сегодня я полечил твою собаку завтра ты полечил мою собаку то есть мы находимся в одной лодке и мы должны друг другу помогать вот такое мое мировоззрение я пытаюсь это внедрять наши клиники могу сказать что отчасти безрезультатно потому что наверное большинство врачей даже в нашей клинике они не придерживаются этой психологии то есть проблема когда в нашем же ну вот по поводу даже возьмем по поводу банка переливания крови возьмем вот палатом руководительница банку переливания крови и постоянно были такие проблемы что она пыталась продать врачам нашей же клинике кровь просто вот по цене ну просто по той цене что вот она там для клиентов вот в результате что произошло с этим человеком да то есть в результате она брала какие-то сумасшедшие штрафы с работников и так далее так далее то есть она творила какую-то дичь знаете вот поэтому лично для меня вот вот именно конкретно для меня вот этот момент мировоззрения да человек он очень важен то есть и ну вот вам пожалуйста результату человек пытался постоянно врачи нашей клинике жаловались что вот пошел там попросил кровь доме там вот такую выкатили цену там вот и чем это закончилось закончилось тем что человек немножко совсем поехала крыша да и пришлось его уволить я когда узнал что там творилось да особенно в московском филиале да то конечно я очень извиняюсь перед коллегами да что так в общем мой был недосмотр большой да вот но тем не менее вот так произошло поэтому когда я узнавал узнал что там творилось я конечно волосы дыбом стали просто даже те маленьких которые есть вот и это я к чему говорю что человек имея вот такую психологию он и дальше ее везде применяет да можно ли переучить человека я думаю нет я думаю невозможно я думаю что почему невозможно потому что часть людей живут знаете как обезьянка банан сожрал то что он потом получил по голове но это не страшно найти в этом бежал бежал обезьянка бежит бежит нашла банальчик быстренько съела его и все а что что будет завтра то есть люди не пытаются думать о том чтобы завтра после завтра через два дня через три дня через год через на то есть долго какой-то перспективы вот там в течение года двух или трех у них просто нет то есть они вот живут сегодняшним днем до грубо говоря даже не сегодняшним днем это даже на как сказать это вот здесь сегодня и сейчас без возможности того что не думаю что завтра твоя собака заболеет и ты придешь ее лечить к тому же словам специалистов уже лабораторию по врачу лаборатории потребуется для его собаки там про сделать какую-то операцию да то есть люди вот этого не думают они не думают что рано или поздно наступает следующий день то есть они думают в среднесрочной долгосрочной перспективе наверно это как раз свойство человеческого мышления да потому что в других областях та же самая ситуация недавно заинтересовался что такое там трейдинг да там акции всякое такое да и дайте вот там та же самая ситуация что люди по накупили каких-то акций тут какой-нибудь президент чего-нибудь сказал они сразу раз и побежали их там быстро продавать и вот вот такой то есть падает в панику и вот вот так вот что они не не понимают что существует долгосрочная среднесрочная перспектива на что что ты посиди подожди ему и все будет нормально да они бегут им впадают панику и то же самое то есть они думают как будто обезьянка которая думает только сегодняшний днем урвал копейку да и вот и думаю что так хорошо поэтому переубедить очень сложно я постоянно склад в нашей клинике с этим сталкиваюсь у нас работает 500 наверное сегодняшний день понятно что проконтролировать всех я просто не могу это физически невозможно попытки масштабировать мое мировоззрение ну на весь этот коллектив наш коллектив у меня не получаются да потому что когда это было там два три четыре пять человек да там 10 человек был коллектив 20 человек со всеми общаешься да ты ну понятно что ты можешь обсуждать что-то да и так или иначе люди принимают твоего мировоззрения ну либо ты как-то меняешь свое на в каких-то областях вот но когда количество врачей там становится там больше 200 до 300 конечно же это сделать невозможно поэтому вот этот подход масштабировать на все наши клиники мне не удается почему я это говорю ну потому что если вы хотите реально полечить там свою собаку я могу ее полечить да и хотите чтобы я полечил то наверное есть смысл просто ко мне обращаться своей собакой да потому что ну или там кошкой то я конечно же могут для вас это сделать вот масштабировать на весь коллектив пока не получается дать скажем так переубедить или разъяснить что нельзя брать своих коллег деньги но у меня не получается всему коллективу даже с теми кем я буду вот непосредственно даже вот мы идти в смене да вот такая проблема есть стоит ли это меня это я думаю что стоит пытается переубедить сложно то есть просто вот в ручном режиме да то есть я стараюсь вот так делать поэтому там так лет 10-15 назад я мог сказать что мы для коллег лечим бесплатно в клиниках ну наверное было правильно сейчас я могу сказать что есть много ветеринарных коллег моих наших клиниках которые могут совершенно бесплатно полечить вашу собаку есть там есть какой-то расход материалов до материал можно свои принести на можно ну просто оплатить материала поставить сустав какой-нибудь конечно же мне кажется это нормально если там свои собаки михал наличь там он поставит да то есть это мне кажется это нормально вот сказать что это распространяется на весь коллектив ну что могу сказать что если это не по если вас это не получается пишите звоните мне я буду просто в ручном режиме разъяснять непосредственно тому специалисту которому надо политику партии можно так сказать вот дальше по поводу обучения на каждой конференции я говорю вам что любой ветеринарный врач может приехать и посмотреть любые операции которые делаю я то есть на любую операцию можно приехать и посмотреть если вы подойдете на мой канал этим еще что им важный вопрос наверно стоит сказать что если человек не делится своими знаниями совершенно бесплатно да ныкается где-то что-то там не дает там этому ноу а в этом усе приют я там запатентовал такой у этого человека просто нет знаний знаете вот он начинает ныкаться такое обычное слово для музыки там патентовать это ушел 0 и ничего нет ему нечем делиться это малое что у него есть он пытается с него как маленькая то обезьянка в бананчик жрет там кустиков пойти вот вот это приблизительно то же самое вот потому что человек которого есть знания он делится ими совершенно без проблем абсолютно без проблем и это касается любых областей ходил на курсы тележурналистики да вот все преподаватели как преподаватели вот пришла там одна чудо-юдо городу коронавирус всякая в маске все нажатая такая не фотографируйте не снимаете что там завышают в этом это моя интеллектуальная собственность я думаю господи такая интеллектуальная собственность все может быть ищем интеллекта нет у тебя нет интеллекта как у тебя может интеллектуальная собственность я должна второе занятие и не пошел ему просто противны такие люди понимаете которые вот интеллектуальная собственность господи ты дура думаю какая собственность тебя и чтобы иметь интеллектуальную собственность надо хотя бы какой-то интеллект иметь да вот тогда вот поэтому там поэтому любой человек у которого есть реальная интеллектуальная собственность и он без проблем ею делится да потому что он ее еще придумает видите потому что очень просто то есть есть у тебя есть к этого интеллектуальная собственность ты делишься бесплатно всем вот так 5 а потому что у тебя и просто много потому что ты ее можешь на придумывать сколько угодно бесконечно то есть ты поделился какой-то интеллектуальной собственностью своей рассказал как надо лечить собаку какую-нибудь кошку на следующий день ты уже знаешь как лечить другими способами ты знаешь как это продвигать у тебя уже появилась новая интеллектуальная собственность и ты играл опять делиться ей знаете это бесконечный совершенно процесс вот то есть грубо говоря если у тебя есть интеллект то у тебя интеллектуальная собственность появляется каждый день и ты можешь не ею каждый день делиться это очевидно вот а если счет вот сидит там как этот самый вот меняю что заходите на мой канал смотрите пожалуйста видео трансляции там есть да все операции то есть ничего не обрезана то как она идет да то есть как идет эта операция два канала один вот такой есть идет трансляции на другой вот такой вот здесь я просто заливаю то что ну грубо говоря прямую трансляцию просто заливаю вот вот последнюю тут перелом позвоночника собирал да никак мне операция не шла вот два часа собирал перелом позвоночника ничего собрал вот посмотрите по часам все будет время никак не сопоставлялся ну потом сопоставился на пожалуйста вот смотрите потому что каждый раз я делаю новые операции и максимум становится больше больше и больше и чего почему я должен их как-то скрывать или что-то да пожалуйста смотрите если вы посмотрите опять же эти же операции дата вы увидите что там огромное количество людей как которые стоят там на заднем плане это люди которые приехали смотрят что там да то есть пожалуйста заходите к ноте какую-то операцию да там в операционной часто кто-то находится или сне сотрудников клиники пожалуйста заходите смотрите вот вот в чем смысл поэтому вас у вас проблема с оплатой что за тема да нет нас проблем с оплатой я говорю что проблема с оплатой да и на вопрос проблема большая да то что врач врач из врача пытается три шкуры собрать да и вот последнего человека который пытался это делать у нас в банке переливая крови пришлось уволить потому что ну потому что нельзя брать с врачей тем более сотрудников клиники те же самые деньги которые вот и все понимаете ну это же ну просто это ну как то что это за фигня такая но и более того я вам скажу человек в результате вот без на таких безнаказанных своих действий да потом совсем крыш поехала и стал брать там мне когда сказали что там что город и врача пыталась в москве причем взять там 4 400 тысяч какой-то страх я когда услышал думаю господи как стыдно думать что же такое то почему я не просто проследил почему я вовремя не пресек потому что же знаю что если человек вот такой да если он пытается с коллег внутри клиники взять просто убрать ну потому что результат будет вот такой он такой получился ну был занят был ремонтом не занимался еще какой-то ерундой да ну вот так вот получилось поэтому как бы таких людей единицы благородных и бескорыстных да не да не в этом дело поймите я вот пытаюсь вам объяснить что не в этом дело небес не бил не благородных и бескорыстных дело не в этом я просто понимаю что мы все ветеринарные врачи находимся в одной лодке сегодня тебе помогли да ты помог и или наоборот комете то есть ну вот в этом смысл в этом суть просто сегодня все содрал там с коллеги там действующая завтра он с тебя да зачем это делать то но сегодня ты паличи бесплатно зато тебе и отношения тебе будет на лучше ты приходишь коллеги без проблем там группе владимир во имя еще ли вот выморить болит моей собаки у кексика плечи посмотрел да вот да вот и бла-бла-бла-бла так что там наговорил и понаписал знаете то же самое я но приходит много клиентов много врачи врачей со своими собаками которые нужно полечить потому что я знаю я могу полечить ну почему не полечить то вот вот все в этом смысл не ну понятно что дело это можно ли это делать бесплатно этом каким-то клиентам каким-то собакам да можно если это пациент без клиента без владельца много пущен пациентов которых я полечил совершенно бесплатно потому что ну просто у них не было говорят владельца просто не было владельца да и собаку я полечу я лечу это абсолютно точно так же потому что других вариантов не существует то есть не могу полечить как-то это же владельцы многие делайте получше мы вам заплатим так не работает нельзя сделать операцию получше или похуже ее можно либо сделать либо не сделать вот чем смысл к мэти вот все поэтому вот в этом в этом смысл поэтому если хотите приезжать напоследок хочу сказать что хотите приехать посмотреть как мы оперируем заезжайте смотрите заходите без проблем смотрите собственно говоря видео которые эти причем проблема проблема в том что буквально вчера столкнулся с ситуацией то что собака гематома крайне церевикальная мальформация да в этой собаке ну крайне церевикальная мальформация огромнейшая гематома вот один из врачей в клинике но почему-то решил ее не не оперировать евро суши но однозначно надо было оперировать однозначно да а проблема в том что врачи не могут понять что ты ты даже говоришь что это надо делать они этого не делают понимаете не помню детстве видео неважно вот проблему в этом даже то есть если у собаки граница ревикальная мальформация естественно ее надо прооперировать да это понятно где-то был место сейчас я буду так вот такая собака видите у нее тут гематома большая достаточно мужичок выпал я пытаюсь дать какие-то донести информацию о том что это надо этот случае мои которые этом скрывал 17 лет назад говори слушайте но хочу не прооперировали то сразу богу перевод гематома понятно что надо делать расширить затылочное отверстие убрать компрессию если нестабильно стабилизировать проблема в том что ты даже говоришь пытаешься донести информацию они все равно вместо того чтобы прооперировать да вот 17 лет назад это вскрытие были которые я делал этим пациентам то что они там происходит в результате крайне церковной информации компрессия зубом или уводение мозжечка кровоизлияния да это и давно известно уже ну это же вот я пытаюсь донести проблему в этом даже большего бояру проблема в этом что я пытаюсь объяснить что вот так надо делать там это уже известно или там тоже выступают надо взять и там при восходящей миломоляция дуратомии сделать или да какая дуратомии как как я 2008 году прооперировал больше тысячи животных такс так вот мы так у нас не было мрт мы всем делали дуратомию эти то есть речь идет о тысячах прооперированных собак и дуратомии ну никак восходящую миломоляцию не профилактируют ну никак сейчас кто-то выпи вышел мы тут у нас тут кто-то выжил мы сделали дуратомию эти что 20 лет назад мы делали дуратомию все просто всем паша хотел посмотреть что там с мозгом мне не было мрт делами логафия и чтобы сам посмотреть и владельцу показать сфотографировал и показывал у вас там жидкий мозг значит собак ходить не будет так далее так далее ну никак она не профилактирует миломоляцию не джим 5 вот он как не донести значит вопрос в рамках устава клиники нельзя ли ввести такой пункт да невозможно понимаете ну ты если человек обезьянка то он и обезьянка бананчик свой сажал ну как ты видишь ты придешь скажешь обезьянки ты теперь человек так нет он обезьянка ничего этого нельзя нельзя законом ввести не быть обезьянкой него мировоззрение такое знаете нельзя воспитание там именно невозможно ну как 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 из обезьянки сделать человека но если он обезьянка он и обезьянка я ничего не против обезьянок они хорошие смешные существа да но долгосрочной среднесрочной перспективы у них нет ну вот и вот и все вот в этом смысл поэтому такая проблема можно или скидки дает до проблемы не в этом понимаете но вы приходите ко мне лечить свою собаку да блин да мне проще ничего с вас не брать ваша я понимаю что такой же врач так тоже стоите за этим столом понимаете точно также лечить этих собак этих котов там где за кого-то там ну блин ну что не помочь не прооперировать я могу это сделать ну мир круглый рано или поздно где-то что-то кто-то чего-то да и я еще много лет собираюсь работать да поэтому в этом смысл вот проблему сотников да да меня не проблему нет проблем нет мне проблема психологии людей как ее поменять ничего лишь говорю что проблема в том что коллектив большой и свой мозг всем не встанешь не вставишь мировоззрение мировоззрение то которое у тебя есть и участие большей части коллектива до который достаточно давно работают ну вот правильно части неправильно вот вот в этом проблема вот проблема что за бельяных сложно людей делать на эти вот ну никак они будут обезьянки все что-то с них от их под тингу кол на голове чеша не все равно терла обезьянки вот чем проблема вот поэтому исходя из этого появляется проблема приходите ко мне приходите чем другие врачам которые с нормальным мировоззрением я думаю что это будет правильно ну и если нужно какие-то знания как это консультация да пожалуйста вот следующий раз эфир будет как раз для владельцев совершенно бесплатная консультация вот пожалуйста ради бога я вот понятно что воспитать невозможно вот до свидания до новых встреч следующий эфир смотрите как лечить а